Привет, мои хорошие! С вами Селена Све, и сегодня у нас очередной тест-обзор Fixed Price! И сегодня мы будем тестировать вот такие вот штучки для маникюра. Я ни разу не пробовала вот такие вот вещи, но очень много где видела и на Алиэкспресс, и у нас на рынке очень много таких. Ну, кисточка тоненькая, это понятное дело, я думаю, она будет работать, хотя кисточки бывают разные, она здесь очень-очень длинная. А в общем, сейчас мы попробуем нарисовать под мой образ, смотрите, я такая вся в розовом. Взяла два вот таких лака, один матовый, один яркий, другой бледный, и мы попробуем что-нибудь красивое замутить. 55 рублей стоит набор, состоит он из двух частей. Это вот такая длинная кисточка, она очень длинная, на мой взгляд. О, огромная! То есть, понимаете, да, вот моя пластина, вот она кисточка, она огромная, но она упругленькая, да. И второе, а, я думала, они совместные, они отделённые. Вот такие вот... На, я тебе отдам сейчас, на, держи. Вот такие три штучки. Это просто обычненький поролончик, который каждая девушка сможет сделать, в принципе, сама. Вот поролончик. Так, с чего мы начнём? Давайте начнём с поролончиков, потому что мне очень интересно, как они всё-таки работают. Мы возьмём с вами лак светлый. На светлый лак мы сделаем вот такие вот тёмные, как френч, только он будет какой-то другой. Ну, в общем, давайте попробуем. Итак, первым делом я крашу светленьким наш пальчик. У меня получается не совсем всё ровно, потому что у меня Дэнни здесь просто бьёт меня по руке, прыгает. И, в общем-то, я вам покажу только суть всего этого. Теперь наш пальчик готов. Да, вот такой вот. Теперь мы берём немножко вот этого цвета. Мы наливаем вот сюда. Прям совсем капелюшечку. Да, вот так вот. Капелюшечку. Теперь я беру вот эту вот штуку, промакиваю. И вот, что у нас получилось. Сразу могу сказать, что нижний слой должен подсохнуть обязательно, иначе он будет такой ребристый. То есть розовый у нас как следует подсыхает, а потом мы наносим вот этот вот тёмно-розовый. И, по-моему, очень красивый градиент. Теперь мы будем использовать кисточку. И точно так же я нанесу сначала вот такой розовый на пальчик. А теперь сделаю просто полосочки, например. Например, сделаю полосочки нашей кисточкой. Супер-мега-длинной. Кисточка, сразу скажу, совершенно неудобная. Она гнётся. Она какая-то... Какая-то кривая. Кривая, Дэнь, да. Может быть, она должна как-то... Какая-то она неудобная совсем. В общем, какой мой вердикт. У меня есть кисточки маленькие, тоненькие. И я бы, честно говоря, эту кисточку обрезала бы прям под самый корешок как-нибудь аккуратненько. Потому что она очень длинная. Но, в принципе, если переноровиться, то ей тоже можно что-то накрасить. А вот эти вот трафаретики, которые мягенькие, мне очень понравились на самом деле. Да, в них что-то есть. Вот. Но у меня не очень хорошо видно, потому что у меня френч. Он, ну, как бы, сам по себе такой толстый. Да, уже немножко отросли ноготочки. Но сама суть понятна. И если основу действительно подождать, пока она высохнет, и сделать это напыление, будет очень красиво. Вот. Ну, то есть кисточка, я считаю, бесполезная. Не знаю, что будет, если её обрезать, конечно, прям совсем. А сейчас попробую, кстати. В натуре, думаю я, мы же экспериментируем. Давайте попробую кисточку я обрезать именно так, как мне хочется. Так. Я её сделать хочу короткой. И сразу её наискось обрезаю. Вот, смотрите, как я её обрезала. Вот, наискось коротенько. Теперь я попробую нанести уже на подсохшую, на подсохшую нашу основу вот этого же пальчика, попробую рядышком нанести ещё полосочки. Та же фигня получается. Короче, кисточку эту никак не справить. Она достаточно толстая, на самом деле. И она очень толстая рисует. У меня кисточки, они прям вообще очень тоненькие, очень аккуратненько сделаны, прям конусом. Вот, поэтому эта кисточка, не знаю, для чего может пригодиться. Может быть, для чего-то она и пригодится. В общем, мы с вами сделали всё, что могли. Кисточку я не одобряю. А вот эту штучку можно использовать. Я думаю, много интересных вещей можно сделать. Также и френч можно сделать. Кто не умеет делать ровный френчик, вот такой, например. У меня тоже это целое дело, там, знаете, вырисовывать. Можно нарисовать бежевым натуральным вниз, подкрасить им, да, то есть основу. И аккуратненько сделать вот такие френч-градиенты. Мне кажется, что это будет очень красиво. Очень так плавный переход, естественно. Да, реально будет очень красиво. Всё, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Если моё видео было полезным, интересным, ставьте лайк. Кто первый раз, подписывайтесь на мой канал. И я обращаюсь с вами до следующего видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok